Отец, мы благодарим Тебя. Спасибо, Господи. Мы благодарим Тебя, что Ты послал Лерой к нам. Мы принимаем его помазание и дар, который Ты вложил в него и возложил на него. И мы благодарим Тебя. Во имя Иисуса мы открываем наше сердце и разум для откровения с небес. Небеса не нищие, Лерой. Да. Это просто поднялось. Небеса не нищие. Да. Проблема не в небесах. И никогда не будет. Они не рушатся и не задаются вопросом, что же нам теперь делать? Нет, 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 нет. Нет. Нет, 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 нет. Они по-прежнему все конкурированы. У них есть хороший план, и они исполняют его. Слава Богу. И это доступно нам, верно? Да. Слава Богу. Мы подключимся прямо к этому. Лерой, давай вернемся к тому, с чего мы начали на прошлой неделе, к третьей главе книги Исход. И когда Бог говорит что-то, когда Бог высказывает свой план, Он никогда не изменяется. Он никогда не изменяется. Нет. Нет, Он строго, и Его придерживается. Он постоянно. Он никогда не изменяет это только потому, что прошло несколько тысяч лет. Для Него нет никакой разницы. Для Него это как один день. Аминь. Тысяча лет, как один день для Него. И день как тысяча лет. Я имею в виду другими словами, для Него нет никакой разницы. Он сказал это, и так оно и есть. Когда вы возвращаетесь сюда, Он сказал в 21 стихе, «И дам народу сему милость в глазах египтян». И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. «И ты сказал, что в расширенном переводе Библии». И мы посмотрели и проверили несколько переводов. И в каждом из них говорилось одно и то же. «Вы пойдете не с пустыми руками». Не с пустыми руками. «Вы не пойдете без ничего. У вас будет все, что вам нужно. Но ваши руки будут полными, когда вы пойдете отсюда». Точно. Когда вы подчиняетесь Духу Божьему. В расширенном переводе сказано, «Я дам этому народу благоволение и уважение в глазах египтян». И будет так, когда пойдете, вы пойдете не с пустыми руками. Поэтому, когда Господь начал давать мне это откровение о том, что нет больше пустых рук... Мне это нравится. Я понял, что Господь хотел донести это до Своего народа и дать им знать, что бы ни случилось, каково бы ни было состояние систем, Божий источник никогда не истощается. И из этого урока я начал видеть расстановку сил, при помощи которой любой человек, который желает такого рода освобождения и победы в своей жизни и такого рода благоволения, такого рода благословения, пошаговый процесс того, что я сделал в этой книге, «Нет больше пустых рук, объясняющие, как ваши руки никогда больше не должны быть пустыми, когда вы применяете принципы Божьего Слова и исполняете его правильно, сеете ваши семьи и так далее». Знаешь, что я вижу? Я вижу то, что ты говоришь из 9 главы 2 послания Коринфянам, что вся благодать... Благодать — это благоволение, и это то, что он сказал. Я возложу благодать на них. И во 2 Корифянам 9 главе он сказал, что он с Семеном богатит вас всякой благодатью. Точно. Что вы всегда и во всем имея всякое довольство. И пока ты говорил, я просто подумал, что вы никогда не будете с пустыми руками. Никогда не будете с пустыми руками. У вас всегда будет что-то в ваших руках. Всегда будет. Всегда будет. И потом... У вас всегда будет что-то в ваших руках. Да, абсолютно верно. Это хорошо. Это одна из вещей, которая больше всего и больше, чем когда-либо для тела Христова среди вещей, с которыми мы сталкиваемся. И при разрушении мировой системы она описывает Божью нерушимую систему. И любой муж или жена Божья, которые знают, как доверять Богу, они могут иметь на себе такое же благоволение, и Бог не позволит им быть с пустыми руками. Как ты говорил до начала передачи, когда мы разговаривали, правильный процесс для хождения в Его благоволении и правильный процесс для хождения в Его благословении, и то, что я стремлюсь сделать в книге, показать процесс, при помощи которого даже маленький ребёнок по вере может прийти и разрушить дела дьявола в своей жизни и в том, что касается финансов. Это три или четыре вещи, о которых Господь говорил мне. Недостаток, ограничения, остатки, жизнь по мирской системе, попытка свести концы с концами. Это не Божий путь действия. Поэтому, глядя на это обетование здесь, в 15 главе Бытия, вы помните, когда мы читали 13 и 14 главы, Он сказал, «Вы выйдете с большим имуществом». Он сказал, «Они будут в угнетении 400 лет». Но Он сказал, «Я выведу вас с большим имуществом». Бог всегда излагает обетование о том, что Он сделает. «Мы должны доверять и полагать наше упование на это обетование». Затем Он продолжил и показал нам, какой план был Его планом, чтобы возложить Его благоволение на Израиля, что они выйдут с большим имуществом по Его благоволению. И затем Он перешёл к цели этого, и Бог, в книге Исход 23.15 и 34.20, мы читали эти местописания, и в книге Руфь 2.16 сообщает им, что «Они никогда не будут приходить ко Мне ненаполненными». Бог не хочет, чтобы мы были с пустыми руками, потому что мы — инструмент, который Он использует, чтобы благословлять других. Кто не знает, как быть благословенным до тех пор, пока они не научатся процессам, которым мы учим. Бог хочет, чтобы мы были благословенны, потому что мы представляем Его имя, и Его источник никогда не иссякает. Так что это процесс. Я говорил, что процветание — это божественная отметка распорядительства. Вы помните, мы говорили об этом. И затем мы говорили о том, чтобы стремиться к Божьему благоволению, потому что им нужно было... Израиль должен был следовать инструкциям. Я думаю, что именно здесь люди отпадают от этого, брат Коплан. Это просто. Это по вере. У вас есть обетование, у Бога есть план. У Бога есть цель, но мы должны следовать Божьему плану и Божьим целям, Его способам действия. Часто люди не идут до конца, и вам нужно идти до конца, чтобы это произошло. Когда вы стремитесь к Божьему благоволению, вы должны следовать Его инструкциям. Бог говорит вам, как это делать. И вы должны делать это верой, потому что... Что Он сказал сделать израильтянам? Это пойти и взять в долг у своих хозяев. И это не является нормальным. Я имею в виду, страх охватит вас, если ваше упование не на Бога, и в том, что Божьи пути всегда работают. И они пошли брать долг. И я хочу немножко побольше углубиться в это сегодня. Мы говорили в 25 главе Евангелия от Матфея. Мы говорили о том, чтобы переходить от верности к тому, чтобы быть правителем. Мы говорили о голоде и спаде. Что вам нужно делать? Мы говорили об Исааке. Вы должны высвободить ваше семя. Исаак сеял во время голода и получил во сто крат. Затем мы говорили о жатве во время спада. И затем Писание. Ты только что цитировал второе послание Коринфянам. Очень важное место. Я хотел бы перейти к 104-му Псалму. Я сказал кое-что на прошлой неделе, что я хочу повторить. Мне показалось, что это благословило тебя, и это благословило меня. Когда я увидел это, я изучал это место. Псалом 104. Мы посмотрим сейчас на некоторые результаты в 37-м стихе. Но будучи молодым бапфийским проповедником, я обычно изучал эти казни, эти чудеса, которые Бог совершил, чтобы освободить свой народ. И ты помнишь, я говорил о церквях. Мы сказали, что Иисус спасает, Иисус крестит Святым Духом, Иисус исцеляет, Иисус снова грядёт. Эти четыре вещи. Но я размышлял и молился, и Господь сказал, Лерой, одной не хватает. И я начал снова перечислять их. Я сказал, Иисус спасает, Иисус крестит Святым Духом, Иисус исцеляет, и Господь дал мне ещё одну. Он сказал, Иисус даёт процветание, Иисус снова грядёт. Я думаю, что это одна из частей, как я говорил раньше, которую мы забыли, процветающая часть, или процветание, или богатство, или умножение, которое Бог хочет, чтобы мы имели. И в этом перечисление здесь, в 104-м псалме, они говорят о жабах, они говорят о саранче, они говорят о воде, превращающейся в кровь. Все эти чудесные дела, которые Бог сделал, но затем они доходят до 37-го стиха и представляют нам осуществление откровения Божьего благоволения, того, что Божье благоволение может сделать. «И вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». Вот оно, прямо здесь. Это потому, что Он вывел их точно так, как Он обещал вывести их, давая им благоволение. Когда они брали в долг, ни один не вышел из Египта нищим, точно так же, как не было ни одного больного среди них, не было ни одного нищего среди них. «И вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». Это Он вывел их процветающими и в добром здравии. Процветающими и в добром здравии. Это подходит в этот образец, верно? Я имею в виду, это есть. Галатам. Послание к Галатам. Во втором Иоанна, в третьем Иоанна. Везде говорится об одном и том же. Молюсь, чтобы ты преуспевал и здравствовал. Лерой, я начал видеть это так. И я верю, что именно апостол Иоанн написал это. Я имею в виду, это был человек, на которого Иисус оставил свою мать. Он доверял этому человеку. Да. Он доверял этому человеку. Он знал что-то. И он сказал, «Во всем». Мы разделяем эти вещи. Я не думаю, что в своем разуме они делали так. Я думаю, что для них это было преуспевать и быть здоровым. Вместо того, чтобы преуспевать и отдельно быть здоровым. Да. Настолько, насколько преуспевает душа твоя. Нет, я думаю, что это были все три вещи. То же самое. Процветать, быть здоровым, душа, дух, душа и тело. Я имею в виду, это было едино в их мышлении. И это то, что произошло с ними, верно? Да. Я верю в это. Я верю, что это так, как Бог видит это. Я верю, что это так, как Бог это видит. Галатам 3.13 говорит нам это, говорит об этом. Так и есть вера. Трехсторонний аспект проклятия. И затем трехстороннее благословение должно было прийти в этом. Они соединяются воедино, потому что они из одного и того же источника. Так что Бог желает видеть вас преуспевающими, здоровыми и ходящими в вечной жизни. Я подумал об этом этим утром, размышляя обо всем процессе, когда Иисус сказал Иоанна 10.10, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Он говорил то же самое. То же самое. «Я не хочу, чтобы вы шли с пустыми руками». Поэтому проклятие — это духовная смерть, болезнь и немощь. Да. И нищета. И нищета. Поэтому спасение — это быть искупленным от проклятия, чтобы благословение Авраама, посмотрите на благословение Авраама, это были спасение, исцеление, и процветание. Точно. Точно. Я не знаю, как это было отделено, процветание каким-то образом. Религия отделила это. Религия отделила это. Это самое опасное в религии. Дьяволу не важно, если вы поправитесь. Ему на самом деле не важно, попадете вы на небеса или в ад, но оставьте деньги в покое. Потому что именно тогда вы вторгаетесь на его территорию. Да, абсолютно верно. Потому что именно тогда Евангелие может течь и быть проповеданно, и люди могут получить помощь. И поэтому, братков, он изучает. А знаете, я просил у Господа помощи в том, чтобы иметь процветающие руки, или иметь не пустые руки. И это было так, словно Господь сказал мне, «Что насчёт моего раба Иосифа?» Вы знаете, через что прошёл Иосиф. Но всё, через что он прошёл, эти процветающие руки сделали так, что он вышел в благоволении. И я открыл 39 главу Бытия и начал читать 3 и 4 стихи. Там сказано, «И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делая, Господь в руках его даёт успех». Вот такие руки прямо здесь. Нет больше пустых рук. Нет больше пустых рук. Видите, всему, что он делает, Господь в руках его даёт успех. И он на самом деле, в тот момент, когда была сказана эта фраза, не имеет значения, в каких вы условиях. Если вы верите Богу, неважно, насколько плохо внешне всё становится. Братья Иосифа продали его, и теперь он считается рабом. Но из-за благоволения Божьего на нём, в Библии сказано, «И что всему, что он делает, Господь в руках его даёт успех». И снискал Иосиф, вот это слово, «благодать» или «благоволение» в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим и всё, что имел, отдал на его руки. Мы видим это снова. Да, он передал это в руки Иосифа. Поэтому, когда Господь, Святой Дух, служил мне об этом послании, нет больше пустых рук. Как только Господь помазывает ваши руки, ваши руки становятся руками для высвобождения и принятия. Высвобождение и принятия. Бог использует наши руки для высвобождения и принятия. Он вкладывает что-то в наши руки. Он доверяет нам. Когда Он узнаёт, что Он может доверять нам. Так что мы будем высвобождать это везде, где Он говорит, потому что Бог благословляющий. И Бог хочет благословить людей. И Он благословляет людей через нас. Так что здесь, знаете, дальше по тексту мы обнаружим, что Иосиф был благословляющим. Он благословил свою семью, тех, кто боролся против него. И затем все люди пришли к нему, потому что его руки... Бог сделал так, что его руки никогда не были пустыми. Я верю, брат Коплан, что Бог сделал мои руки, твои руки, если вы прострёте ваши руки сейчас, я помню, как я проповедовал об этом впервые. Кажется, я был в Чикаго. И Господь сказал мне сказать людям простереть свои руки. Некоторые вытянули свои руки вот так, некоторые сделали так. Но я сказал им, «Нет, мне нужно, чтобы ваши руки были открыты вот так. Мы говорим о принятии, и вам нужно привести ваши руки в такое положение, чтобы Бог мог наполнить ваши руки. Я хочу благословить ваши руки этим утром. Я хочу посвятить ваши руки для процветания этим утром. И я чувствую, что помазание поднимается в моём духе». Бог, эти руки простёрты пред тобой по всему миру сейчас. Спасибо тебе, Иисус. И мы признаём, что система этого мира потерпела финансовое поражение. У нас здесь есть Твоё Слово. Мы собраны в Твоё имя на этой передаче сейчас. И есть люди по всему миру, которые простёрли свои руки. Отец, я молюсь, чтобы Ты посвятил и помазал эти руки. Я высвобождаю мою веру, я высвобождаю моё помазание, я высвобождаю назначение, которое Ты дал мне, чтобы благословить Твоих людей этим утром. И я провозглашаю, что эти руки, простёртые перед этой телепередачей, которая идёт по всему миру, руки брата Копланда и мои руки, мы осознаём, что наши руки были помазаны не только для нас, но наши руки помазаны, чтобы благословлять Твоих людей. И пусть то же самое помазание сейчас, Отец, сойдёт на всякие руки, которые есть здесь сейчас. Мы благодарим Тебя за это, мы верим Тебе об этом, мы верим, что их финансы изменяются прямо сейчас. Те, кто страдает, те, кто в долгах, те, кто испытывает недостаток, те, кто ограничены, пусть они увидят Твоё изобилие, пусть они увидят Твоё обеспечение. Слава Богу! Пусть их жизни изменятся, Отец. В этот же момент пусть помазание сойдёт на эти дома, бизнесы, машины, везде, где звучит эта передача. Пусть Твоё Слово будет истинным, Отец. Я воздаю Тебе всю славу, всю хвалу и всю честь за результаты, что руки Твоих людей теперь благословлены. Всё, к чему они прикоснутся, будет благословлено. Их руки будут помазаны, как руки Иосифа. Какой бы ситуации они ни находились, Ты даёшь их рукам процветать во имя Иисуса. Слава Богу! Аллилуйя! Аминь! Лерой, у нас есть образец для этого. Они сказали, Иисус... Он сказал, я хочу, чтобы вы накормили этих людей. А они сказали, у нас недостаточно денег, чтобы накормить этих людей. Денег, которые у нас есть, не хватит. Люди не смогут наесться даже тем малым, что у нас есть. Он сказал, что у вас есть. Они сказали, ну, тут есть парень, у которого небольшая коробка хлебов и рыб. Но что это для такого множества? Для такого множества, да. Он сказал, принесите это ко мне. И они принесли это ему. Он взял это в свои руки. Мы знаем, что умножение находится в его руках. У нас нет никакой сложности, чтобы верить в это. Проблема у людей в том, чтобы верить, что это передаётся в их руки. Да. Но теперь посмотрите, что он сделал. В Библии сказано, что он благословил это. Да. Он высвободил благословение на это. Благословение Авраама – это то, в чём он действовал. Это то, в чём мы действуем. Он позаботился об этом. Он пошёл на крест, чтобы благословение Авраама пришло на язычников, пришло на всех нас остальных через него. Он благословил это. Он преломил это. Но он не раздавал это. Он стоял там с этим вот так. Это не превратилось в достаточно хлеба, чтобы накормить 20 тысяч человек, когда он стоял там и держал это. Но сила того находилась там. И что он сделал? Он передал это ученикам, а они раздавали это. И это умножилось. В умножительности это умножилось в их руках. Да. Он вложил силу в это. Да. Он благословил это. Он высвободил это. Но умножение было, когда это попало в их руки. Их руки были полны весь тот день. И это просто продолжалось и продолжалось. Да. Да. Они накормили всех, поэтому они были настолько сыты, что не могли больше есть. И потом они наполнили 12 корзин в греческом. Это корзины достаточно большие, чтобы вместить взрослого человека. Совершенно верно. Их было 12. Их наполнили тем, что осталось. Совершенно верно. Разве вы не знаете? Да. Эти ребята стояли там и говорили, ой, я просто продолжаю раздавать это. Да. Да. И Господь, Бог Всемогущий, хочет вернуть это в руки Своих людей. Понимаете, Иисус... Мне нравится то, что ты сказал, руки Иисуса привлекали умножение. Да. И мы применяем нашу веру. Это умножается. Он сказал, у меня нет других рук, кроме ваших рук. Он сказал, вы идите и делайте это. Вы возлагайте руки на больных, и они будут выздоравливать. Да, именно так. Это то же самое. Мы знаем, что Он исцелитель. Но когда Он дает вам силу в Своем имени и говорит, идите и делайте это, тогда передача совершена. То же самое с финансами. Иисус Христос из Назарета жив. Он за вас, а не против вас. И то, что Он обеспечил, так велико, так замечательно и так чудесно. И это доступно сегодня. И Лерой Томпсон здесь, чтобы рассказать вам, как ухватиться за это. Слава Богу! Слава Богу! Отец, мы благодарим Тебя, мы просто прославляем Тебя. Мы так восхищены Тобой и тем, что Ты делаешь. Мы знаем, что есть много проблем и бед в мире, но Ты победитель. Да. И мы победители. Позвольте мне сказать вам кое-что. Да. Не ведите себя. Не говорите или не думайте, как жертва. Да. Вы не жертва. Вы победитель. Займите позицию победителя. Да. Займите позицию победившего. Потому что, когда времена становятся тяжелыми и все в мире начинает рушиться, то это время, когда верующий поднимается и становится ответом, в котором окружающие вас люди нуждаются, вместо того, чтобы быть частью проблемы. Аминь. Итак, брат Лерой, пусть Бог благословит тебя. Благодарение Богу. Это служение вчера. На вчерашней передаче было просто абсолютно феноменальным. Слава Богу. Это все еще на мне. Слава Богу. Святой Дух благословил наши руки. Посвятил и помазал. Посвятил и помазал наши руки. Чтобы они никогда не были пустыми. Знаешь, Дух Перехода, вы можете передавать помазание. Господь сказал Моисею, возложи руки и передай помазание на старейшим. И вчера я ощущал помазание. Моя неспособность, мое бессилие делать вещи собственными силами. Я подчиняюсь Богу. Если нет, я просто падаю лицом вниз. Но я чувствовал, как помазание текло через меня. Мы с тобой оба лежали лицом вниз, когда мы узнали об этом. Да. Я проверил, что я мог сделать без помазания. Только потерпеть поражение. Только потерпеть поражение. И знаешь, я хочу, чтобы люди знали, те, кто смотрят эту передачу, некоторые из них проходят через что-то. Но Бог послал нас сюда, двух мужей Божьих, чтобы говорить Слово в их жизнь. И это Слово о том, что их руки больше не будут пустыми. Если они будут следовать за процессом, мне нравится откровение, которым ты делишься. Это процесс. Я записал это где-то. Это процесс, через который мы должны пройти. И мы излагали этот процесс. Этот процесс, который установил Бог. План, который установил Бог. Но вам нужно пройти через процесс. Вам нужно иметь обетование, план, цель. Потому что если вы не знаете цели, ваши руки, ваши руки не будут полными. В Библии сказано, что Сын Человеческий явился для того, чтобы разрушить дела от дьявола. Одна причина, по которой Бог хочет, чтобы наши руки были полными, наполненными, это чтобы мы могли разрушать дела от дьявола, чтобы мы могли проповедовать Евангелие, освобождать людей, делать людей свободными. Мы все должны выполнять свою часть. Это непросто. Это не материалистическое послание или накопление вещей, или рассказ о том, какое у меня благосостояние. Я рассказываю свидетельство о некоторых вещах, которые у меня есть. Как Бог благословил меня, но только ради свидетельства, чтобы люди знали, что Господь благ, подобно тому, как Господь говорил об Иоанне. Когда он говорил с этого, начинается книга Иоанна, верно? Говорил о том, чтобы было Авраам. Да, верно. И поэтому мы начали... Иисус... Послушай, Роман. Иисус делал то же самое. Везде, куда Он шел, Он проповедовал. «Ду Господень на мне, ибо Он помазал меня». Да. Он не говорил это, чтобы выставить себя в лучшем свете. Он говорил это, чтобы вы знали, во что верить. Точно. И свидетельство, или свидетель... Мы являемся свидетелями. В Писании сказано, что они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Да. И это свидетельство для того, чтобы прославлять Бога. Потому ни в чем и сделано во мной нет моих заслуг. Моё служение, то, как Бог благословил моё служение... Нет, моих тоже нет. И благословил мою жизнь, и благословил мою семью. Всё это для славы Божьей. Так что, когда человек видит это или слышит это, я хочу, чтобы Бог получал славу, потому что это на самом деле от Бога. Пока вы отдаёте Богу славу и признаёте Божьи заслуги, у Бога нет проблем, чтобы использовать вас в своём меюществе. Мы свидетельствуем о том Слове, о том процессе, через который Бог провёл нас. И некоторые из этих вещей, Лерой, потребовались годы и годы. И вам нет смысла проводить годы и годы, чтобы получить то же самое. Когда нам нужно около 15 или 20 минут, чтобы рассказать вам шаги и процессы. И вы можете идти и делать это. Вот для чего мы здесь. Точно. Точно. Вот для чего. Если бы я знал некоторые из этих вещей, я многому научился у тебя, когда я только начинал. Я слушал твои кассеты, читал твои книги и книги брата Хейгена, я просиживал целые ночи, плакал, читал и ещё, потому что у меня было религиозное прошлое. Я был по уши, в конфессиях. Я был католиком и ничего не знал об этих принципах или о том, как их применять. Всё, что я знал, — это идти, садиться в церковь и совершать обряды. В то время Луизиана была среди религиозных штатов, и я знал, что мне нужно было выбраться из этого. Именно тогда я начал ездить и посещать твои собрания, и посещать собрания брата Хейгена. И я ожил для этих принципов, и потом я начал применять их в моей жизни. И они произвели именно то, что все вы говорили, они произведут. Вчера мы говорили об Иосифе, 39 главе Бытия. Я думаю, что всякий, кто хочет какого-то прорыва в любых условиях, может изучать то, что случилось с Иосифом. Его семья отвернулась от него, они бросили его в яму. Кто-то сказал, что он прошёл от ямы до дворца. Но всё это время на нём была рука Божья. И люди замечают, когда на вас есть Божья рука. Потому что фараон признал, что Божья рука была на Иосифе. И он продолжил отдавать всё в руки Иосифа. Даже когда он попал в тюрьму, в этой 39 главе, человек, который управлял тюрьмой, заметил, что во всём, чему прикасались его руки, Бог давал ему успех. И я записал здесь утверждение. Я написал слово «привилегия», когда я читал историю о том, как Иосиф попал из своей полной горечи, ревнивой, презирающей, завистливой семьи, в яму, потом в тюрьму, и затем те два человека увидели сны, и он истолковал им те сны. О нём забыли, но потом фараону приснился сон. И у Иосифа был Дух Божий, Дух Божий на нём. И он рассказал о семи тучных годах и о семи голодных годах. И тогда фараон сказал, «В ком есть только Духа, давайте поставим его над этим». Всё, что я говорю, это было помазание от Бога. Бог помазал Иосифа, чтобы его руки не были пустыми. Это всё, о чём я говорю. И то, что произошло потом, я записал. Привилегия доступна каждому, потому что человек должен признавать, что его руки благословлены. Если вы признаёте, что ваши руки благословлены и применяете процесс, о котором мы говорим, тогда, брат Коплан, невозможно. Я не буду нищим больше ни дня в моей жизни. Я стараюсь писать книги, чтобы коснуться этого. Есть книга «Деньги с миссией», о которой мы говорили. Бог сказал, «Я поведу тебя к твоему богатому месту». Да, Псалом 65, 12. И затем, я думаю, один год мы проповедовали о том, что вы не нищие, у вас есть семя. Понимаете, Бог хочет использовать эти руки, чтобы высвобождать семя, чтобы вы могли принимать благословение. Восьмая глава Второзакония говорит кое-что об этом. Я не изложил это так, как хотел. Я изложил некоторую часть этого. Когда он говорит, в 17 стихе он говорит в 8 главе Второзакония, «И чтобы ты не сказал в сердце своём, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Вот где возникает проблема. Когда вы начинаете говорить о вашей силе и крепости вашей руки, это то, что удерживает ваши руки пустыми. Это то, через что мы прошли за последние несколько месяцев, когда фондовый рынок грушится. Экономика сходит с ума. Это потому, что люди думали, что они могут произвести то, что Бог может произвести. И человек подумал, что он может жить плодоносной жизнью без Бога. И система за эти последние месяцы просто рушилась. На самом деле, люди сами себя убивают. Семьи. Я читал в газете, что постоянно целые семьи страдают из-за давления. и это финансовое давление. Я говорю телу Христову. И мы будем говорить в телу Христову на этой передаче. Признайте, что это не ваше образование, это не ваша учёная степень, это не ваши способности, это не ваш бизнес, это не ваша работа. Но когда рука Божья лежит на ваших руках, ваши руки становятся Божьими руками. Вот почему наше семя, я говорил вам, что я не могу думать как нищие, я не могу думать о недостатке, я не могу думать об ограниченности, потому что я обратил мои руки к Богу. И в этом 17 стихе второзакония, что они говорили? Вопрос, который я написал ниже, это 8 глава второзакония, 17-18 стихи. Вопрос, который я написал, что происходит, когда ваши руки становятся Божьими руками? И затем в 18 стихе сказано, «Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он даёт тебе силу приобретать богатство». И Он говорит, что Он вкладывает эту силу в ваши руки. И затем Он спрашивает, «Зачем? Цель, цель». Это очень важно, потому что я всегда старался установить цель. Когда Бог дал мне откровение, деньги приходят, я знал, что я шёл в церковный мир со словами, которые не так часто использовались. Потому что мы используем слова «приношение», и «десятина», и «пожертвование». Но когда Господь сказал мне «в том супермаркете, деньги приходят», я знал, через определённый период времени, что я должен был вынести это откровение наружу. Я знал, что это откровение, которое должно было изменить весь спектр церковного мира. Я молился об этом, и я спрашивал Бога. И я вернулся к 18 стиху, но я молился об этом и спрашивал Бога. Я сказал, «Бог, некоторые люди не поймут, деньги приходят». И я просто услышал его. Он сказал, «Деньги с миссией». Вот когда я написал ту книгу, чтобы открыть глаза людей, которые не могли видеть откровение, деньги приходят. И здесь, когда он сказал, «На чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он даёт тебе силу приобретать богатство», затем Господь показал мне это, чтобы исполнить, как ныне завет свой. Это его цель. Это его цель. И это то, к чему вам необходимо прикрепиться. Аминь. Дело не в тебе. Аминь. И дело не во мне. Подумайте об этом. Притчи 10, 22. Да. В одном из переводов сказано, «Благословение Господне, оно делает богатым, и Он не добавляет с ним печали». В этом переводе Библии сказано, что благословение — оно, а потом говорится, что благословение — это Он с большой буквы. слово «делает» здесь, оно огромное. Это огромное слово. Подумайте о том, как мир говорит. В 72-м псалме говорится о нечестивых, которые собирают богатство. В 72-м псалме делается утверждение. «Вот», — говорит он, «смотри, вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем. Они благоденствуют не в Боге. Ты упоминал это раньше. Да. Все то, что строит мир, они не процветают в Боге. Они даже не хотят, что вы упоминали Бога. Вы держите Бога там в вашей церкви, и не приходите сюда на Уолл-стрит. Держитесь подальше от правительства. Держитесь подальше от правительства. Мы не хотим ваши 10 заповедей. Мы не хотим ничего из вашего здесь. Мы сделаем вот это. Или Рой? Потому что они не верят. Они не верят, что Бог всем управляет. Они верят, что они управляют. Они узнали, что это не так, верно? Да. Я наблюдал за этими людьми. Как они полны страха. Страх просто везде, потому что их система рушится. И они собирают деньги, которых у них даже нет. И вбрасывают их, пытаясь исправить это, и это не работает. Смотрите, что здесь сказано, что они делают. 72. Они благоденствуют. Какой стих? 72, 12. Хорошо. Эти нечестивые. Это люди, которые не хотят Бога в своей жизни. Они не хотят слышать это. Они благоденствуют веки сем. Умножают богатство. Они делают это. Да. Но теперь здесь, в притчах, в 10 главе, в 22 стихе, прислушайтесь к этим словам. И вот что они говорят. Кто-то должен зарабатывать на жизнь здесь. Я должен зарабатывать на жизнь. Я делаю деньги. Я заключаю сделки. Я достиг всего сам. Да. Мое образование сделало это возможным для меня. Да. Делать сделано. Делать сделано. Делать сделано. Знаете, я это сделал. Да. Но здесь сказано, благословение Господне, оно... Оно делает богатым. Это совершенно иначе. Оно обогащает. И печали с собой не приносит. Поэтому вот перед вами картина из этих двух вещей. Одно, вот это. Благословение от Господа. Благословение Божье. Действующее слово. Укрепленные руки. Когда даже не задумываюсь об этом, Лерой, то, что ты делаешь, становится лучше, чем то, что ты делал. Вы приходите к тому, что вы полагаетесь на это. И у вас есть вера в слово. И вера в благословение. И вы не тратите время, чтобы беспокоиться об этом. Нет, нет. Потому что вы уповаете на Бога. Они приходят к вам и говорят, что все, что там было, рухнуло. Это не оказало никакого влияния на меня. Потому что я не завишу от той системы. Точно. То, в чем это побеспокоило меня, это были люди, которых я люблю. И которые там зависят от этого. Наши партнеры там. И есть люди, которых это поглотило. Я могу прийти к Богу. Ты можешь прийти к Богу. Мы здесь. Господь, покажи нам, что делать. Ты вложил это в наши руки. Мы пойдем и сделаем это. Мы благословим это. Мы пойдем и понесем благословение Божье туда. Ты открой дверь. Ты скажи нам, куда идти. Мы пойдем и сделаем это, потому что это благословение, которое обогащает. Благословение — не наша собственная сила. Пока ты говорил, и откровение исходило из этих двух мест Писания, одно в притчах 10.22, а второе, которым ты делился с нами, из Псалма 72.12. Не хочу прочитать их, но я хочу добавить еще одно местописание к этому. Это покажет нам еще одно измерение. Это покажет нам еще одно понимание. и я думаю, что это поможет нам. Притча 10.22 сказано, «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит». Псалме 72.12. «И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём. Они возрастают. Они возрастают в богатстве». Итак, благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Мы вернемся к этому стиху в 1 Тимофея 6.10. Да. «Который удерживал многих людей в нищете из-за того, что учение было ошибочным. Учение было о том, что деньги были злом и что деньги причиняют много скорбей. Но мы узнали, что благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит». Так что здесь, в 1 Тимофею 6.10 сказано, «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые». И это согласуется с Псалмом 72.12. Это то, что они делают? Да, они предаются этому. Иисус сказал, это то, как язычники живут. Это единственное, что они умеют делать. У тебя есть это, и я пытаюсь это заполучить. Они желают этого. Это единственный путь, как они могут сделать это. Они думают, что они должны быть богатыми, чтобы быть благословенными. Мы богаты, потому что мы благословены. Да, точно. Огромная разница. Огромная разница. Огромная разница, потому что если вы богаты потому, что вы благословлены, тогда у вас не может быть больше пустых рук, потому что вы не зависти от богатств. Верно? Да. Вы зависти от благословляющего. Понимаете, что я говорю? Это ключевой момент, верно? Да. Это соединяет с Источником, соединяет с Источником. Я думаю, что тело Христово и верующие должны осознать, что они соединены с Источником. И всё, что говорит Писание, любые руководства, любые рамки, любые принципы, любые инструкции, которые Господь даёт, если вы следуете этим инструкциям по вере, вы соединены с Источником. Утешайся Господом, сказано в Библии, и Он исполнит желание сердца. Поэтому желание сердца — это ключевой фактор? Да. Чего вы желаете? Да. Это то, через что Божье Слово будет течь, или то, что Он не может? Почему вы желаете денег? Теперь вы возвращаетесь к откровению, деньги с миссией. Да, деньги с миссией. И затем это возвращается к одному из этих мест Писания, которые говорят о вере и молитве. Поэтому говорю вам, всё, чего не будете просить молитвы, верьте. Вы не можете верить, если желание неправильно. Понимаете, что я говорю? Так что то, чего вы желаете, должно быть по вере, и это должно быть. Вам нужно иметь уверенность в том факте, что Бог хочет, чтобы у вас это было. Если у вас её нет, вы не можете иметь веру в это. Если у вас её нет, если вы не уверены, какова воля Божья, тогда вы никак не сможете иметь веру в это. Брат Хейген всё время говорил, молитва без Слова Божьего подобна тому, что человек, молящийся в темноте. Понимаете, что я говорю? Вы не знаете волю Божью. Вы просто молитесь и просите у Бога вещи. Но когда вы молитесь в Слове, вы молитесь в свете, потому что Божье Слово — светильник в вашей ноге, и свет в вашей стезе. И когда мужчины и женщины знают волю Божью, знаешь, брат Копунт, людям нужно понимать, что Божье Слово — истина, и оно также истинно о богатстве, умножении и изобилии, как оно истинно об исцелении или о водительстве Духа, или о хождении веры. Божье Слово — это истина о богатстве, умножении, изобилии, избытке, процветающей жизни, переливании через край, в котором Бог хочет, чтобы Его люди жили и проявляли. Это лучший способ, как я могу сказать это, проявляли пример благости Божьей. Мы оба знаем, что Бог — добрый Бог. Как может добрый Бог, как может добрый Небесный Отец оставить нас в таком состоянии, когда наши нужды не восполнены? Павел сказал, «Апостол Павел рассказал нам метод, которым мы можем войти в Божье обеспечение. Мы должны высвободить то, что у нас есть». И когда они сеяли, даже в Первом Послании Коринфянам, эти две главы, Второй Коринфянам, Восьмая и Девятая главы, там говорится, что они добровольно отдавали и своей бедности. Они отдавали. Но вы приходите в Девятую главу, вы приходите в Девятую главу и видите откровение, которое он сказал. «У вас всегда будет всякое довольство, вся благодать. Эти люди сением выбрались из недостатка». Да, они это сделали, это то, чему он учил. Они хотели. Они были готовы. Да. Все, что им нужно было, было преподано, и они взяли за дело. Да, они взяли за дело, взялись. Тогда Павел начал служить им. Боже мой. Вы понимаете это? Да. Слава Богу. Нет больше пустых рук. Нет больше пустых рук. Вам не нужно больше идти с пустыми руками. Да. Мы с Леройом говорили об этом прямо перед началом передачи. Как много раз, когда я... Самое первое откровение с небес, которое я услышал, и которое действительно вошло в мой дух, мы с Глорией были просто двумя молодыми людьми, очень глубоко увяжшими в долгах, но нищими, и не могли ничего с этим поделать. И первое, что я захотел сделать, когда я услышал то, что проникло в мой дух, потому что я слышал много религиозных вещей в течение трех или четырех лет. Но когда я начал слушать брата Робертса, брата Хейгена, и мой дух начал оживать внутри меня, когда я начал слушать Хилтона Сатана в Хьюстоне, штат Техас, однажды он проповедовал вечером, и это было в первый раз, когда я слышал что-то, что действительно захватило мой дух. Первое, что я захотел сделать, это пожертвовать на то, что они делали. Я хотел быть частью этого. И я сидел там ни с чем, пустые руки. Неважно, что я хотел делать, мои руки были пусты. Машина, на которой мы ездили, просто ездила на нас. Она была куском мусора. Да. И мы должны были деньги за этот мусор. Я переживал такое. Так было и со мной. Понимаете? Да, и нам нужна была одежда. Я хотел давать. Но у нас были пустые руки. Пустые руки, да. Но больше нет. Когда Господь... Вот что произошло со мной, брат Коплант. Когда откровение «Деньги приходят» пришло ко мне в том супермаркете, происхождение всех этих других откровений, я верю, что они пророческие. Они приходили ко мне по одному. Когда я читал этот отрывок Писания, я тогда ещё не читал это в другом переводе. Он сказал, что они не уйдут с пустыми руками. И я услышал слова «нет больше пустых рук». Я не читал другие переводы, и позже, месяцы спустя, я прочитал перевод, в котором говорилось «нет больше пустых рук». И я знал, о чём Бог говорил. Но я нуждался в Духе Святом, чтобы помочь мне понять это и расставить это по местам, чтобы я мог делиться этим с телом Христовым, тем, что Он имел в виду, говоря «нет больше пустых рук». И одна из вещей, затем Он показал мне это. Я не хочу, чтобы они приходили предо мной с пустыми руками. Это самое первое, верно? Это было то, что беспокоило меня, Лерой. И это то, что беспокоит Бога, потому что когда мы приходим перед Богом с пустыми руками, это не даёт Ему привилегии благословлять нас так, как Он жаждет благословить нас. И Он, во-первых, Он должен научить вас узнавать семя. Потому что я верю, что во всех трудностях, через которые мы прошли, было семя, которое ускользало между нашими пальцами каким-то образом. Потому что Он сказал, что Он даст семя сеющему. Но нам нужно было понимать, чем было семя. Мне самому. И тогда я понял смысл семени, понял смысл сеяния. Затем я... Бог учил меня различать определённую почву, чтобы сеять в них. И затем всё это началось. Если бы вы не были с пустыми руками, вам бы не нужно было брать долг у кого-то. Это, когда ты сказал долг, образ жизни в кредит и в долг. Это обычный образ жизни для людей сегодня. Для людей сегодня. Да. Займы и долги. Это просто переполнило меня, когда я впервые увидел это в Слове Божьем. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. И чем больше я смотрел, тем больше я находил по всей Библии местных... Избегай долгов. Избегайте долгов. Ты можешь давать долг, но не бери в долг. И первое, о чём я подумал... Да. Как же тогда у меня что-нибудь будет? И мой разум был запрограммирован на то, чтобы всегда быть с пустыми руками. У меня ничего нет. Я должен пойти и взять в долг, чтобы сделать нечто лучшее. Каждый раз, когда ты делал это, ты уходил дальше и дальше от того, что Бог хотел, чтобы ты имел. Потому что теперь вы должны больше, чем у вас есть. И теперь ваши руки будут оставаться пустыми всё время. Именно такова мирская система. Они всё начинают с кредитов. Жизнь в мирской системе — это образ жизни в займах и долгах. Именно так ты написал. Образ жизни в займах и долгах. Вот в чём всё дело. Затем, знаете, «Богач и Лазарь». История, которую рассказал Иисус. Я также получил... Я увидел кое-что в этом однажды. Когда я читал это, и богач олицетворял собой мир, а Лазарь олицетворял церковь. И Господь сказал мне, «Лерой, скажи моим людям, что я не хочу, чтобы они жили остатками, потому что тот человек там...» То, чем закончилась история, богач попал в ад, а Лазарь был на небесах. Но я всё равно увидел из этой истории. Если бы это был не ключевой момент, Бог показал мне кое-что. Рядовой верующий, который не знает откровения истины, живёт остатками тем, что мир даёт им. Вот почему мир становится таким недовольным, когда подобное откровение приходит, или когда мы учим на таких передачах, как это. Неверующие и мирская система пытаются найти ошибку в этом, потому что они знают, что это выше, и выходят за рамки того, что они делали, и они удерживали людей. Один из моментов, который у меня есть во всём этом учении, мы в 8 главе второзакония, помните? Хорошо, давайте откроем это. Там сказано, Бог не хочет, чтобы вы были с пустыми руками, потому что приход к Нему с пустыми руками не даёт Ему божественной привилегии делать ваши руки наполненными для Его целей. Нечему умножаться, если там ничего нет. Точно. И мы говорили... Но я взывал к Богу. Я помню, одной ночью я сказал, Бог, помоги мне. Если бы это у меня было, я бы это отдал. И Бог почтил это, как семя. Да. Я отрывал пуговицу от рубашки и клал в пожертвование. Но Он уважал моё сердце, и мне никогда не приходилось сделать это снова. Это то, с чего ты начинаешь. Ты начинаешь сердце. Вам нужно начинать сердце. Сердце должно быть правильным. Если сердце неправильно и разум не обновлён. Понимаете? Это сердце, разум и руки. Понимаете, что я говорю? Ваш разум должен быть правильным. Ваш разум должен быть обновлён. Потому что доброхотно дающего любит Бог. Он говорит, тот, кто поставил цель в своём сердце, тот, кто желал... Вы понимаете, что я говорю? И вы не можете делать это сами по себе. Это должен быть Дух Святой, помогающий вам. Но когда мы говорим о том, чтобы идти этим путём, мы говорим о Второзаконии в 8 главе, в 17 и в 18 стихах, о мирской системе. Вот что они говорят. И вот почему Бог предупреждает своих людей. Не говорите так. «Чтобы ты не сказал в сердце твоём». Это их сердце, вот здесь. «Чтобы ты не сказал в сердце твоём». 17 стих. «Моя сила и крепость моей руки приобрели мне богатство си». Он говорил к ним, потому что Он благословил их. Это те же самые израильтяне. Он тот, кто даёт им благоволение. Он тот, кто питал их манной с утра и перепелами вечером. Он тот, кто заставил воду течь из скалы. Он тот, кто дал им благоволение в глазах египтян. И они обобрали египтян. Он тот, кто вывел их с толпом облачным днём и с толпом огненным ночью. Бог сделал всё это, и теперь они входят в эту землю. И Он сказал, «Я не хочу, чтобы вы говорили о ваших руках, потому что не ваши руки сделали это». Он говорит, «Вы были приведены сюда моей рукой, и вы воздавайте Мне славу. Я тот, кто даёт вашим рукам силу приобретать богатство». Возвращаясь к Иосифу, Иосиф знал это. Вот почему Иосиф продолжал получать повышение. У него были те два сна. Когда ему было 17 лет, у него был первый сон. И вы должны помнить, что у них не было Библии. Верно. И Бог уже сказал Иосифу, когда тот был ребёнком, «Я исполню клятву, которой я клялся отцу твоему Аврааму». Но теперь вся та семья отошла от того, что Бог пообещал Аврааму, они стали жестокосердными, и так далее. Так что для того, чтобы исполнить это, Бог сделал, чтобы пророк родился в их семье, и он назвал Иосифом. И когда ему было 17, Бог дал ему сон, и затем он дал ему ещё один сон, чтобы подтвердить это. И этот молодой человек никогда не позволял этому сну уйти. Он оставался с этим. И это сделало его премьер-министром самой большой нации на Земле. Совершенно верно. И если вы остаетесь Богом, Бог сделает то же самое и с вами. В черновиках к этой книге на эту тему первое лекарство от пустых рук — это быть расположенным для финансового благоволения Божьего. И в Исаии 1.19 сказано, «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли, если вы хотите». Да, если вы хотите. Можно сказать так, «Если захотите и послушаетесь, тогда я наполню ваши руки». Я наполню ваши руки. Точно. Вы можете посмотреть все эти местописания. Да. Быть верным, иметь желание, быть послушным, быть готовым делать всё, что он говорит вам делать. Это главное. Глядя на Иосифа и на то, как Бог давал процитание Иосифу, у Иосифа было божественное благоволение в его руках. Мы видели, как он получал повышение за повышением. Если вы прочитаете 39 главу Бытия, вы увидите всё это, как Иосиф постоянно получал повышение. Я хочу привести нас к местописания в Ефесян 3.20, и мы перейдём ко второму посланию к Коринфянам 9.8. Мы говорили о них, но я изложил это в книге таким образом. На самом деле, я задал вопрос, каким образом многие верят, что Бог может наполнить ваши руки. И я предлагаю этот вопрос тем, кто смотрит и слушает нас. Я знаю, что многие из тех, кто смотрит и слушает нас, проходят тот же самый путь, которым прошли мы с братом Копландом. Наши руки были пусты. Мы любили Бога, мы молились, мы прославляли, мы читали Писание, мы размышляли, но по-прежнему наши руки были пусты. И некоторые люди, которые смотрят и слушают нас, я знаю, что они действительно искренние люди. И они взывают и говорят, «Брат Коплан, брат Томпсон, да, я слышу вас. Расскажите мне немного больше об этом». Так что вопрос здесь. И я задал этот вопрос в книге, «Как многие верят в то, что Бог может наполнить ваши руки?» И я записал это утверждение, «Бог способен, и Он желает». Бог способен, и Он желает. Есть два места Писания, известные места Писания. Но давайте посмотрим на них. Ефесянам 3.20 и 2 Коринфянам 9.8. Я собираюсь прочитать второе послание Коринфянам в расширительном переводе Библии. Ты цитировал его на передаче, но там сказано, «А тому, кто способен сделать, кто способен сделать, кто способен сделать несравненно, изобильно, больше того, о чём мы просим». Вы должны помнить откровение, которое пришло, когда израильтяне в 32 главе Исход пошли к египтянам. И он сказал, Бог сказал, что женщины это сделают. И мы смотрели в послании к евреям, и там сказано, что они просили. И когда они просили, на их прошение было благоволение. Бог дал благоволение. И оно было на них, чтобы они давали это. И оно было на них, чтобы они давали это. Да. Потому что Бог работал с обеих сторон. И он говорит здесь, «А тому, кто способен сделать, несравненно, изобильно, больше того, о чём мы просим или думаем, согласно силе, которая работает в нас. И мы говорили, что ваш разум должен быть правильным». Да. Вот почему Павел сказал в послании к Римлянам 12.2 про обновление ума вашего. Не сообразуйтесь с этим миром. Мы принимаем это в одном аспекте, но мы должны брать весь завет и всё откровение. Павел сказал, «И не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая». Хорошо? Угодная и совершенная. Я верю, что совершенная воля Божья в том, чтобы руки его ребёнка или руки его детей никогда не были пустыней. Мы видим во всём Ветхом Завете, когда люди служили Богу и поступали правильно, Он поддерживал их руки наполненными. Руки Авраама были наполненными, руки Исаака были наполненными, руки Иакова были наполненными, руки Иова были наполненными, руки Соломона были наполненными, руки Давида и так далее, руки Исфирь были наполненными. И можно продолжать и продолжать. Это было неотъемлемой частью. И я не знаю, где мы потеряли эту часть. Вы служите Богу, потому что Ему нужно поддерживать ваши руки наполненными, чтобы использовать ваши руки, чтобы быть благословением Было время, Лерой, и оно правильно названо. Оно называется «Темные века». Это был период спустя 700 лет после того, как апостол Павел написал эти послания язычникам, говоря им, как думать, говоря им, как жить. И затем сатана через религию смог возвести преграду между христианами и евреями настолько, что Библия была спрятана. Ее заперли в монастырях, в руках суперрелигиозных людей. Выбросили откровение. И откровение, то, что произошло, они начали приносить откровение нищеты из восточных религий. И язычники не знали ничего лучшего. Они не знали, каким был Бог или кем был Бог. Они не могли читать, у них не было Слова Божьего. Люди отдали свои жизни, они пролили свою кровь, чтобы Библия была написана на языке, который простые люди могли читать и верить, и стоять на этом. И тот немецкий священник нашел место Писания, которое говорит «Праведный в веру жив будет». И вот это пришло. И Бог восстанавливал это с тех пор. Но язычники в течение долгого времени Я имею в виду, они соединились с Иисусом, но они просто создавали христианство на ходу. Бедность, болезнь, Бог сделает вас больными, Бог всех ненавидит. Знаете... Религиозный мир ухватился за это. Они ухватились за это. И когда Билли Грэм впервые начал проповедовать, он был молодым человеком, полным помазанием и полным огня, и люди спасались. Вы знаете, что ему угрожали из-за того, что он проповедовал из Библии в красном переплете. Лерой! Боже мой! Библия в красном переплете. Да. Как будто переплет имел какое-то отношение к тому, что было внутри. Это религиозный дух. Это религиозный дух. Да. Который изо всех сил старается удерживать людей в рабстве. И самое большое рабство, в котором сатана заинтересован, материальный мир. Да. Который он удерживает в своих руках. Да. И это вавилонская система восполнения ваших нужд без Бога. Да. Он просто думает, что она принадлежит ему. Но дьявол вор, он украл это. Он думает, что она принадлежит ему. Да. И Слово Божие начинает обнажать его, и он начинает терять. Да. Вот это место, которое лишает его. Второе Коринфянам 9.8. В расширенном переводе Библии. И Бог способен сделать так, чтобы вся благодать, всё благоволение и земное благословение пришли. Это деньги приходят. Да. Пришли к вам в изобилии. Чтобы вы могли всегда... Смотрите. Смотрите на это. И при всяких обстоятельствах... Это обстоятельства, через которые система проходит сейчас. Вы можете взять это одно местописание и сказать, «Бог выводит меня на свободу. Бог выводит меня на свободу. Говорите это, говорите, говорите это. Бог выводит меня на свободу. Вы должны что-то говорить. И я почувствовал в своём духе, что тем, кто слушает нас, нужно записать это. Им нужно подчеркнуть это. Бог выводит меня на свободу. Да. Бог выводит меня на свободу. Да. Послушайте. И Бог способен сделать так, чтобы вся благодать, всё благоволение, всякое, каждое благоволение и земное благословение, всякое благоволение и земное благословение, что бы это ни было на земле, Господь может сделать, чтобы это произошло для вас. Его не волнует, что дьявол думает. Слава Богу! Никто не может остановить Его. Никто не может победить это. Господня — Земля, и что наполняет её? Вселенная и всё живущее в ней. Как только вы приходите в Божью систему и приходите под это помазание, и приходите туда с желанием, приходите туда с верностью, я знаю это точно, я пришёл из ниоткуда, я пришёл с самых низов, но Бог поднял меня. Я люблю Бога всем моим сердцем. Я любил Бога всем сердцем до того, как у меня что-то было, но затем я увидел, что это было частью моего завета. И когда я это увидел, я встряхнулся. Я начал подтягивать людей, которые не хотели идти. Я сказал, я люблю вас, но я пошёл, я знаю, это истина. Поэтому это местописание. Это местописание значит так много для меня, потому что Бог сделал это для меня, и Бог способен сделать так, чтобы вся благодать, всё благоволение и земное благословение пришли к вам в изобилии, чтобы вы могли всегда и при всяких обстоятельствах, и какой бы ни была нужда, быть самодостаточными. Когда он говорит «самодостаточными», он имеет в виду, «имели достаточное, чтобы не требовать никакой помощи или поддержки, и были снаряжены в изобилии на всякое доброе дело и благотворительное даяние, потому что я дал вам это». Это сильно. Другой аспект всего этого откровения, у меня это записано здесь под номером 11, развитие рук распорядителя — это требование от Господа, прежде чем он позволит вам иметь полное обеспечение. Развитие рук распорядителя — это требование от Господа, прежде чем он позволит вам иметь полное обеспечение. Это возвращает нас. Это местописание так сильно помогло мне. 25 главу от Матфея, Евангелие от Матфея, где он сказал, что человек отправился в дальнюю страну, дал одному пять, дал другому два, дал третьему один талант, но согласно их способностям. Я посмотрю на это позже, но согласно их способностям. Я знаю, что он имел в виду то, к чему вы подготовлены. Иногда я верю в люди, в моём служении пастора церкви, иногда я верю, люди пытаются применять это слишком быстро, и они разочаровываются, прежде чем достигнут точки, где Бог действительно собирается благословить их. Вам нужно применять это, развивать эти руки распорядителя там, где вы есть. Тот человек с одним талантом, он не сделал этого. Господь сказал, «Заберите у него то, что у него есть». Когда я читал это, будучи мальчиком-баптистом, я сказал, «Вам придётся отправить его назад в школу». Бог забирает это, и Он это отдаёт человеку, у которого больше всех. Он сказал, «Дайте это тому, дайте это тому, у которого десять». Да. И это то, что Писание говорит. «Ибо всякому имеющему будет дано больше». Потому что есть притяжение, есть притягивающее помазание, которое исходит на человека. Когда тот начинает осознавать, «Боже мой!» Когда они начинают осознавать эти истины, есть притягивающее помазание. И речь идёт о притяжении. Дух Святой может притягивать вещи к вам. Они придут к вам по влечению помазания. Есть помазание, привлекающее эти вещи к вам с целью. И есть цель для них. Иисус, стоящий в лодке с Петром. Те рыбаки трудились всю ночь, и рыба уплыла от них. Иисус вошёл в лодку, и вся рыба в Галилее приплыла и плавала вокруг лодки. Это образ этого, Лерой. Это образ этого? Это образ. Это образ. Аллилуйя. Это образ. Наше время подошло к концу. Прямо посреди этой мирской системы полной тьмы и поражения, и плачущих, страдающих людей. Небеса по-прежнему в хорошей форме. И откровение соединяет нас с небесами. Да. И как мы можем соединиться? Как мы можем ходить в этом прямо здесь, на этой самой земле? И мы жаждем услышать об этом. Во имя Иисуса мы дадим тебе всю славу. Аминь. Аминь. Слава Богу, Лерой, это было здорово. Да. Было здорово. Я исключительно рад тому, что ты готовишься затронуть, потому что мы говорили об этом раньше, до того, как включились эти камеры. И вам это понравится. Да. Аминь. Давайте откроем 26 главу, Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея 26. То, с чем мы разбираемся, я сказал вам вчера, что развитие рук Распорядителя — это требование от Господа, прежде чем Он сможет позволить вам иметь полное обеспечение. Другими словами, это руки, которые высвобождают то, что Бог говорит вам «восвобождать». Но также, в то же самое время, вам нужно иметь сердце Распорядителя и разум Распорядителя. И помня об этом, давайте подумаем вот о чём. использование ваших рук, чтобы благословлять Божью работу. Использование ваших рук. Нет больше пустых рук, но вы хотите использовать эти руки, чтобы благословлять Божью работу. И в 26 главе Евангелия от Матфея, 6-й и 7-й стихи, вот эта женщина, у которой есть что-то в её руках, что она отдаёт, чтобы благословить Божьи дела. Религиозные люди не поймут этого. Не поймёт. Потому что даже сами ученики, которые были с Иисусом, не понимали тех, кто делал подобные вещи. Поэтому я хочу прочитать эти два стиха и поговорить об этом. Потому что ваши руки, ваше сердце и ваш разум должны быть настроены в унисон с Духом Божьим, чтобы правильно действовать с полными руками. Лерой, мы увидим здесь кое-что. Распорядительское управление. У мира одна идея об этом, а у Бога другая. Да. И попытка использовать мирское представление о ценностях, что хорошо, а что нет, что важно, а что нет, в теле Христовом, приведёт вас к проблемам, которые больше, чем вы можете. Это будет удерживать ваши руки пустыми всю вашу жизнь. И мы видим это в церквях, мы видим это. Но Господь просто пришпорил меня прямо сейчас. Мы посмотрим на это здесь. Это важно. Слово «ценность» — это слово разожгло что-то. Вы должны понимать откровение, чтобы иметь способность понимать ценность. Вы должны понимать поручение, чтобы понимать широту работы Царства Божьего. Если вы не знаете ценности этого, как вы можете быть распорядителем этого? И именно здесь ваш разум должен быть обновлён. И это то, где ваше сердце должно быть пропитано Словом Божьим и Духом Святым. Так что мирская система или голос мира не может отвлечь вас от того, что Бог сказал вам сделать. Не важно, что они говорят. Потому что вы не можете отвлечь их от того, что мирская система сказала им делать. Они просто делают это. И знаете, я говорю, что мы, как христиане, не можем бояться благословения. Я не боюсь благословения. Я признаю, что человек ничего не принёс в этот мир и ничего с собой не заберёт. Я понимаю это. Но я понимаю, что Бог сказал, что Он сделал вас благословением. А вы не можете быть благословением, если вы не благословлены. И Божьей работе нужны руки, мужчины и женщины, такие, как твоё служение и моё служение, в котором есть мужчины и женщины, которые объединились вместе с нами, чтобы позаботиться о том, чтобы Слово Божье проповедовалось по всему миру. И так важно, чтобы мы понимали это. Поэтому в Матфея 26,6 сказано, «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона, прокажённого, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного, драгоценного, и возливала ему, возлежащему, на голову. Вот женщина, у которой было что-то в руках. Оно драгоценное. Господь вложил это в её руки. Затем Он попросил об этом. «Излею это на моего сына». Она послушалась, что означает, что её руки, её сердце, её разум были сосредоточены на распорядительстве. Вам нужно сосредоточить все эти три аспекта на распорядительстве. И затем мы видим это. Это прекрасно, это откровение, что неважно, насколько наполненными могут быть ваши руки, неважно, что есть в ваших руках, это принадлежит Богу. Когда вы принимаете это в ваше сердце, когда вы принимаете это в ваш разум, тогда Бог может доверять вашим рукам. В распорядительстве, в том же самом процессе, точно так же, как и любой работодатель, Бог позаботится о тех, кто исполняет Его волю на земле. Так что ваши нужды, ваши желания, ваши мечты, Бог исполнит их благодаря вашей верности, в вашей готовности и вашему послушанию. Естественно, мирская система, человеческое мышление, религия, традиции, конфессии, общины людей, которые не следуют за словом, не поймут это. И это женщина. Это женщина. Сами ученики не поняли цели. Вам нужно понимать цель изобилия, цель умножения, цель богатства. Без знания цели эти вещи разрушат вас. Они разрушат вас. Абсолютно верно. Понимаете? Поэтому через откровение Бог открыл цель. Когда человек узнаёт, что цель в том, чтобы прославлять Бога и возвеличивать Иисуса и продвигать Божью работу по всей земле всеми силами, тогда вы готовы, потому что Бог готов использовать вас. Если я собираюсь быть распорядителем твоего бизнеса и твоих денег и твоего имущества, я собираюсь выполнять хорошую работу в этом, мне придётся узнать то, что важно для тебя, а не то, что важно для меня. Мне придётся узнать, что по твоей оценке это твоя собственность. Я должен узнать, что ты считаешь ценным и не таким ценным или, возможно, совсем не ценным. Каковы твои желания? И я должен подстроиться под тебя. Если я прихожу туда и пытаюсь управлять твоими вещами с моими идеями, и ты считаешь что-то ценным, а я выбрасываю это в мусор, у меня проблемы, потому что это было чем-то, что тебе действительно было нужно. Да. Знаешь, что я увидел, когда ты сказал это? Так же, когда ты преследуешь мои цели и ты начинаешь делать вещи точно так, как я хотел бы, чтобы они были сделаны, теперь в моих интересах благословить тебя, потому что я знаю, что я могу доверять тебе, и я хочу, чтобы ты был счастлив, и я хочу, чтобы твои нужды были восполнены, потому что я знаю, что я могу доверять тебе. Разве это не называется партнёрством? Это называется партнёрством? Это называется партнёрством. Это так и называется, верно? Именно это и происходит. Я думал о том, что произошло там с Иосифом, он был продан Патифару. Как ты сказал вчера, когда он попал туда, он был рабом, он был никем. Но затем Патифар увидел, что что-то было на этом юноше. Этот юноша никогда не управлял бизнесом, он никогда не управлял ранчо, он никогда не управлял ничем. Просто молодой юноша, который приехал из другого места, и вся его семья ненавидела его. И вот он здесь. Да. Но Патифар увидел что-то в нём. Иосиф начинает работать с ним, и он начинает преуспевать, и в конце концов, этот армейский генерал и большой землевладелец, он наконец передал всё, что у него было Иосифу. И Патифар стал богаче благодаря Иосифу. Благодаря Иосифу. На нём было помазание благоволения. Да. Помазание. И мир способен заметить помазание. Мир может различить... Патифар увидел, это хороший бизнес. Да. Чем больше я передаю дела ему, тем лучше бизнес. Точно. Точно. Он бизнесмен. Так что он увидел хороший бизнес. Он набросился на это. И здесь эта женщина взяла драгоценное мира и излила его на Иисуса своими руками распорядителя. Мы можем сказать, что её руки были руками, не пустыми руками, руками, наполненными с целью. Мы знаем, что она помазала его для его погребения. И ученики, вот что произошло. Вот к чему вам нужно приготовиться. Когда Бог начинает благословлять вас, и вы начинаете действовать в благоволении Божьем, действовать не с пустыми руками, есть люди, которые не поймут. Вы должны ходить в любви. Вы должны ходить в доброте. Вы должны ходить в прощении к ним, потому что здесь, в 8 стихе сказано, «Увидев это, ученики». Послушайте, что он сказал, «Увидев это, ученики». Увидев что? Увидев женщину в её распорядительстве, опустошающую свои руки в настоящий момент для Иисуса. И она сделала это, я знаю, что это было семенем. Так что, когда она опустошила свои руки, её руки должны были вот-вот наполниться снова, потому что Господь не позволит вам сеять без жатвы. Вот что они сказали, увидев это, ученики его, в 8 стихе, вознегодовали и говорили. Вот что они говорили, «К чему такая отрата? Ибо можно было бы продать эта мера за большую цену и дать нищим». Знаете, мы должны заботиться о нищих, и именно здесь поднимается вопрос пособий. Они на самом деле не заботятся о нищих. Я разговаривал с моим сыном, Лероем-младшим, мы летели вместе, и мы с Лероем сидели в самолёте и разговаривали. И Лерой сказал, «Если бы у меня был шанс управлять этим, я бы давал им». Он был мягом. Он сказал, «Я бы давал им пять лет. Я буду помогать вам, если у вас родился ребёнок и так далее. Я буду давать вам пять лет. И я сделаю так. Я помогу вам найти няню. Вы пойдёте учиться, вы найдёте себе работу, и через пять лет вы уйдёте. Способие. Понимаете? Но они превратили это в образ жизни, и я думаю об этом, когда я читаю это. Нищие должны быть научены, они должны быть наставлены в этом послании, не просто получить подачку, потому что это препятствие для них, если человек всё время даёт вам что-то». И эти ученики не поняли. Это то же самое, когда я летаю в собственном самолёте. Я прилетел сюда, чтобы быть с тобой на этой передаче. Я пастор церкви. У меня есть призвание ко всему миру проповедовать это послание. Я был прошлым вечером в другой части Техаса. Прилетел сюда. Если бы у меня не было моего самолёта, я не смог бы быть во всех этих местах, чтобы служить так, как Бог хочет, чтобы я служил. Но люди со стороны посмотрят и скажут, «Зачем проповеднику самолёт? Для чего он это делает? Они должны продать самолёт и раздать это нищим». Что они хотят? Они хотят, чтобы мы ездили на лошадях? «Как я доберусь из Техаса в дыр ровно лошади». То, о чём он думает, это то же самое. В Иоанна 12, 6 сказано, что Иуда был тем, кто сказал это, не потому, что он заботился о нищих. Он хотел это. Но потому, что он был вор. Он был вор. Вот мирская система, которая не видит ценности в Иисусе. Они не видят ценности в тебе. Боже мой. Они не видят ценности во мне. И дьявол не хочет, чтобы кто-то видел ценность в тебе или во мне, или в Иисусе, потому что он не хочет, чтобы они видели ценность в этом послании. А это такое послание, которое производит веру. Вера приходит от слышания, а слышание — от Слова Божьего. И затем, как я сказал, затем мир. Одно дело, когда мир не видит в этом ценности. Но здесь есть Божьи люди, которые страдают и сражаются. Страдают и сражаются. И думают таким образом. И думают таким образом. Вам нужно позволить этому уйти. Вам придётся подчиниться Святому Духу тот самый день. Я говорю вам от имени Царства Божьего. Бог любит вас. Бог желает, чтобы у вас было Его благословение. Я знаю, я был научен многим ошибочным понятиям, приходящим через традиции и религию. Я не понимал богатства, не понимал процветания. Фактически, я ничего не знал об этом, пока не услышал, как эти ребята проповедуют это. Мои брат и сестра, сегодня настройтесь в вашем разуме, что вы будете изучать это послание. Вещи, которым брат Копланд и я учим вас, эти две недели изучайте их сами. Ничто не сравнится с самостоятельным изучением этого. Спросите Иисуса, спросите Святого Духа, «Эти люди действительно от Бога? Это правда? Они настоящие пророки Божьи?» И он ответит вам. Бог послал нас к вам с этим посланием, чтобы вам не нужно было мучиться, и чтобы вы могли быть благоставлены, и могли использовать ваши руки, ваше сердце. Ваши руки и ваш разум должны быть наполнены мудростью Божьей для того, чтобы руки больше не были пустыми. Так что вам нужно использовать ваши руки, чтобы благословлять Божью работу. Вот ещё одна сторона. Это записано в этой книге. Причина, почему у вас нет полного обеспечения, вы не развили ваши руки в распорядительстве. Павел в 4 главе послания к филиппийцам. Давайте посмотрим 4 главу послания к филиппийцам. Здесь Павел указывает на некоторые вещи в развитии рук, распорядительство. Я знаю, как активировать богатство Божье. Вы активируете Божье богатство, слушаясь Его и делая то, что Он говорит вам, делает. Здесь в послании к филиппийцам 4.13 Павел говорит, «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в Моей скорби. Он сказал в 15 стихе, мы читаем. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь, здесь сказано про оказание участия. Он говорит об операции финансового распорядительства. «Не оказало мне участия по даяниям и принятиям». И заметьте, что даяние и принятие всегда идут вместе. Не просто даяние, но даяние и принятие. Да, кроме вас одних. Вы в Фессалонику и раз, и два, не один раз, присылали мне на нужду. Говорю это не потому. Вот что Павел сказал, вот что мы говорим. «Говорю это не потому, что я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Павел использовал это слово «польза». Синонимом этого термина мы пользуемся в банке. И здесь, прямо в Писании, он сказал, «Плод в пользу вашу». Когда он говорит «плод в пользу вашу», он говорит о проявлении жатвы и семени, посеянного в работу Божью. Вот как это происходит. Вот как это происходит. Вы сеете семя, сеете и пожинаете, даёте и принимаете. Так что Павел сказал, «Чтобы что-то могло быть для вашей пользы». Затем он говорит. Павел сказал, «Знаете, он такой же, как мы с тобой. Я получил всё и избыточествую. Я доволен, получив от Епофродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благоугодную Богу». И затем Павел приходит к этому 19 стиху. Но 19 стих, брат Коплан, должен быть активирован. Он был активирован с 15 стиха. Затем Павел сказал, «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу». Самое важное для Бога – это проповедь Слова. Проповедь Слова. Наименее важное в разуме мира – это проповедь Слова Божьего. Когда система ценностей, когда вы узнаете, что ценно в Божьем разуме, эта церковь в Филиппах, они просто продолжали сеять после того, как он уехал из города. Другие нет. Почему? Это не было настолько важно для других, насколько это было важно в разуме этих людей. Верно. Поэтому еще одна вещь, которую я отчетливо увидел, пока ты читал это. Вот вся эта неправильная идея. Все, что хочет проповедник – это ваши деньги. Да. Об этом сказано здесь. Это то же самое, что они сказали Иисусу. К чему эта трата? Все, что хочет этот проповедник – это ваши деньги. Верно – это все, что хочет супермаркет, сервисный центр. Они не просто хотят ваши деньги, у них есть товар на обмен. Но они не понимают, что у нас есть товар на обмен. И товар, который у нас намного более драгоценен, чем еда или одежда. Что угодно. Или что угодно. Что угодно. Ваша вечная жизнь вовлечена в это. Вот что происходит. Когда ты говоришь об этом, у меня есть чувствительность в моем духе. И это ужасно. Это ужасно. И это может быть прекрасно. Есть люди, которые смотрят нас. И они религиозные. Но они не спасены. Не рождены свыше. И враг использовал этот религиозный дух, потому что они ходят в церковь. Богатые люди. Богатые. Потому что они ходят в церковь и используют систему. Но они не спасены. И Бог хочет проговорить к ним сегодня. Бог. Вы должны родиться свыше. Иисус сказал Никодиму, который был влиятельным, богатым человеком. Иисус сказал ему, «Да, но должно тебе родиться свыше. Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть Дух». Я верю, брат Коппунт, что есть мужчины и женщины, которые смотрят эту передачу, и их руки наполнены не через откровение Божье, но благодаря их собственному труду. Но они несчастны. Они не удовлетворены. И у них нет мира. И Господь хочет, чтобы они сделали шаг сегодня, чтобы принять Иисуса Христа как Личного Спасителя. Делая это, они должны сказать что-то. Они должны пригласить Его внутрь себя. Это не проповедник. Это не священник. Это когда у вас есть личные, прямо там, где вы есть. Вы устанавливаете личные взаимоотношения с Иисусом Христом и приглашаете Иисуса прийти в ваше сердце. И тогда вы будете способны понять откровение всего. Это всё меняет. Разум, сердце, руки, распорядительство. Она была образом этого. Когда она принесла это Иисусу, очень драгоценное. И кто-то подсчитал, что это стоило бы около 20 тысяч долларов, до 25 тысяч долларов. Этот сосуд с миром. Очень-очень драгоценная вещь. Но она принесла это туда. Да, более драгоценное. Для неё Иисус был самым драгоценным. Её сердце и разуме. И поэтому она принесла это к Нему. Для остальных, Он не занимал такого места в их мышлении. Но подумайте об этом. Если Лерой обращается к вам, и вы думаете об этом, «Ну, Иисус, одно дело для меня — принести тебе всё, что у меня есть, но я приношу тебе себя. Я прихожу. Я отдаю мою жизнь тебе». Я верю в это. Я отдаю мою жизнь тебе. Я в согласии с этим. О, Иисус! Да. Я хочу разобраться с некоторыми кульминационными моментами в материалах о том, что нет больше пустых рук. Мы начнём с того, что снова будем читать из книги «Исход». Я хочу прочитать два места книги «Исход». Третья и двадцать третья главы. Третья глава книги «Исход». Мы читали эти слова. Мы читали их всю неделю. Я читал это из различных переводов Библии, но я собираюсь прочитать их ещё раз. «Исход 3.21». «И я дам этим людям благоволение в глазах египтян. И будет так, что когда пойдёте, вы не пойдёте пустыми». И мы установили тот факт, рассматривая переводы и различные изучения, что он имел в виду не с пустыми руками. В двадцать третьей главе, и я думаю, что один из главных ключевых факторов, чтобы вы не были с пустыми руками, в том, что Господь не хочет, чтобы вы приходили к Нему с пустыми руками, и что Господь хочет, чтобы вы были способны исполнять Его работу. А для выполнения работы Господа вам нужно иметь что-то в ваших руках. Поэтому здесь, в Исход 23.14, сказано, «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, назначенное время — месяца Авива, ибо в Оном ты вышел из Египта, и пусть не является пред лица Моё с пустыми руками». Так что Господь не хочет, чтобы мы приходили перед Ним с пустыми руками. Сегодня я хочу дать важные пункты, касающиеся того, что нет больше пустых рук. И первый пункт таков. Господь не хочет, чтобы Его люди шли пустыми. Вы не должны идти пустыми, иначе вы нарушите закон. Я хочу прочитать местописание, которое подтверждает это. В 9 стихе 29 главы Второзакония сказано, «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всём, что не будете делать». Во всём, что не будете делать. Это хорошо. Затем в 23 стихе 6 главы притч говорится, «Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательные поучения — путь к жизни». И дальше он продолжает и говорит в 6 стихе 11 главы книги Экклесиаста, «Утром сей семя твоё, и вечером...» Смотрите, что он говорит. «Не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то или другое равно хорошо будет». Другими словами, он говорит об использовании ваших рук, но будьте постоянным и настойчивым сеятелем, во все времена. И затем 4 глава, Евангелие от Марка, 24 и 25 стихи. «Господь не хочет, чтобы его люди шли пустыми, и сказал им, «Замечайте, что слышите, какую меру вы мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». «То, что имеет». Поэтому то, что вы определяете, то, как вы мерите это, это то, как Бог мерит это. Да, точно. В 2-й законе 8, 17. «Чтобы ты не сказал в сердце твоём, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Помните, оставайтесь в том, о чём мы говорили. Мы говорим о том, что Господь не хочет, чтобы его люди шли пустыми. Вы не должны идти пустыми, иначе вы нарушите закон. Господь не хочет, чтобы вы нарушали эти законы. Он хочет, чтобы вы, 111 Псалом 3 стих, «обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек». Иова 36, 11. «Если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости». Бытие 26, 4, 5. «Умножу потомство твоё, как звёзды небесные, и дам потомство твоему все земли сии. Благословляться всеми, не твоём, все народы земные, за то, что Авраам послушался глазом моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Да. Да. Когда мужчина или женщина хранят законы, уставы, повеления Божьи, они не могут быть с пустыми руками. Бог не хочет, чтобы у них были пустые руки. Важный пункт номер два. Господь хочет обильного умножения и перетекания через край в вашей жизни. 113 Псалом, 22 стих. Всё это я написал в моей книге. Да приложит вам Господь более и более. Как получается, что люди не видят этого? Вам и детям вашим. Я имею в виду Писание за Писанием. Ещё раз, Псалом 111, 3. Обилие и богатство в доме его и правда его пребывает во век. Важный пункт номер три. Если вы приходите перед ним пустыми, он не может выполнить свою цель для вас. Если вы приходите перед ним пустыми, он не может выполнить свою цель ни для вас, ни через вас. Важный пункт номер четыре. Он не сможет утвердить божественное распорядительство через вас, чтобы исполнить свою миссию на земле, что очень важно для Бога. У Бога есть миссия на земле. Вот почему я написал книгу «Деньги с миссией». Эта книга, опять же, мне всегда нравится говорить об этом, потому что я вышел из «Деньги приходят». Я знаю, что это было божественное, пророческое слово от Бога, потому что это так сильно повлияло на мою жизнь, и затем это начало влиять на людей. Когда я проповедовал в собрании брата Хейгена, Кеннет Хейген-младший сказал мне, «Отец, хочешь, чтобы ты проповедовал два часа?» Я не знал этого. Я получил. Получил это откровение «Деньги приходят», и поэтому я сказал, «Хорошо». Он сказал, «Отец, хочешь, чтобы ты проповедовал?» Я сказал, «Да, я буду проповедовать». Я вернулся в гостиницу и пришёл перед Богом. Когда я вышел на том собрании, там были сотни людей, возможно, тысячи людей, на дневном собрании в два часа тысячи. Я поднялся и просто рассказал моё свидетельство о том, как я принял откровение «Деньги приходят». Я впервые говорил это публично. Я рассказал это Каролайн. Как откровение «Деньги приходят» пришло ко мне, и что, как я верил в то время, это означало. И когда я говорил «Сотни», возможно, тысячи людей поднялись на ноги. Я подумал, «Знаете, я что, плохо проповедую? Они собрались уходить или что?» Люди пошли с деньгами в своих руках. Я никогда не видел этого раньше. Они пошли к сцене прямо там, на этом собрании и начали классик на сцену. Никто не упоминал о пожертвовании или еще о чем-то. Ты все еще проповедовал, и они просто начали приходить. это откровение. Лерой, меня потрясло то, что происходило следующие три или четыре года. Каждый раз, когда ты поднимался проповедовать, и это откровение приходило, ты ничего не говорил об этом, люди просто начинали приходить и жертвовать. Это было божественное проявление. Да. Божественное проявление. Это по-прежнему происходит. Когда помазание сходит на меня, я никогда ничего не говорю. Каждое воскресенье в моей церкви я проповедую, и вдруг люди поднимаются со своих мест и кладут деньги на алтарь. Этот доброход надающего любит Бог. Он высвободил это в том пророческом слове и дал людям сердце жертвовать, чтобы они хотели давать. И, брат Коплан, многие стали свободными от долгов, следуя за этим откровением. Они стали свободными от долгов. Это уж точно помогло мне. Многие. И то, что произошло со мной, я никогда такого не видел. И поэтому, когда я впервые услышал, как ты проповедуешь об этом, это высвободило что-то во мне. До того времени, Лерой, я никогда не поднимался и не выходил для того, чтобы жертвовать. Я не нарушал порядок проповеди или еще что-то. Я не ходил, когда кто-то проповедует. Да. Но это просто было так притягивающе. Это было так сильно. И мне даже на ум не приходило, что я делаю что-то неправильно. Я просто начал смотреть, что у меня есть в карманах. Я хотел сделать это, я хотел посеять. До этого дня, до этого дня, я посреди откровения. И человек подходит ко мне и дает мне что-то. До этого дня, Господь не позволяет мне ругать их или еще что-то. Я просто принимаю это. И знаешь, я не теряю это откровение. Они дают это не тебе. И еще кое-что приходит прямо вместе с этим. Это просто помазание. Они отдают это Богу. Они отдают это Богу. И затем они становятся доброхотно дающими. И на том же собрании... Я вернусь к нашей теме. На том же самом собрании я сделал заявление. Я сказал, «Это будет самое большое пожертвование на собрании в два часа, которое когда-либо собирали в истории этих собраний». «Знаете, вы говорите что-то такое». Что я сказал? Когда я получил отчет, это было самое большое пожертвование. Это Бог подтверждал то помазание. И Он подтверждал это. И после я сказал, «Если бы у меня был кто-то, чтобы написать мои книги так, как книги брата Хейгена, и при этом не выбрасывая меня из книги, оставляя мою личность книги, Бог, я был бы счастлив». Я пошел кушать, пришел туда, зашел в фойе, и брат Хейген, женщина, которая делала книги брата Хейгена, сказала, «Брат Лерой, я ваш человек, меня зовут Бекки, я делаю все книги брата Хейгена. Если вам нужно написать книги, я позабочусь об этом для вас». Бог подтверждал это откровение весь тот день, подтверждал это откровение. Но в любом случае, Он не может утвердить божественное распорядительство через вас, чтобы исполнить Его миссию на земле с пустыми руками. Важный пункт номер пять. Брат Копфунд. Он желает, чтобы что-то было в ваших руках, чтобы вы могли привести в действие Его принципы и Его планы, и Его обетование. Вы помните, мы говорили об обетовании, плане и цели. Он желает, чтобы что-то было в ваших руках, чтобы вы могли активировать Его принципы и Его план, и Его обетование, закон сеяния и жатвы. Бытие, 8 глава, 22 стих. Он говорит, «Впредь во все дни земли Их сеяния и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Послание Галатам 6,7. Он сказал, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнёт, то и пожнёт». Важный пункт номер шесть. Всё, что нужно Богу — это семя. Нет семени, нет урожая. Богу нужен вход. Я объясню это. Бог определил путь для нас, чтобы входить в Его план, входить в Его цель, входить в Его обеспечение. И этот путь — это семя. Потому что даже когда Он сотворил Адама и сделал заявление о том, «Как Адам будет действовать, Он сказал ему, «У тебя есть владычество». Сказал ему, «Обладай, наполняй, умножай». Но Он сказал, «Я дал вам деревья, и всякое дерево сеет семя». Так что система семени была установлена. И Бог по-прежнему работает с системой семени. Ещё одно в том, чтобы больше не было пустых рук, вы должны утвердить ваш источник. И здесь есть три или четыре места Писания. Филиппийцам 4.19. Мы говорили об этом ранее. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему, славе Христом и Иисусом». Псалом 23.1. «Господня, земля и что наполняет её?» Я едва выдерживаю это. «Вселенная и всё живущее в ней». Ефесянам 1.3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Мы не можем утвердить источник, не прочитав Ефесянам 3.20. «А тому, кто действующий в нас силу, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чём помышляем». Все эти места Писания вы должны утвердить, что Бог — ваш источник. Ваша работа не является вашим источником. «Не ваш источник». Ни один человек не является вашим источником. Когда вы приходите к тому, что понимаете, что Бог — ваш источник, вот что я слышу сейчас. Когда вы приходите к тому, что действительно понимаете, что Бог — ваш источник, вы становитесь настоящим сеятелем, потому что то, что удерживает вас от сеяния, это страх. То, что удерживает вас осеяние, — это нехватка, даже жадность. Они говорят о жадности, когда человек всё хватает, но есть жадность в том, чтобы удерживать и не отдавать, когда Бог говорит вам давать. Вы понимаете это? Абсолютно. Так что я записал этот важный пункт в этой книге, и пришло для него время. То, что мы видели в последние месяцы, и вот мы здесь с этим посланием. Когда всё выглядит плохо, — это важный пункт. Когда всё выглядит плохо, сейте, сейте. Бытие 26.1. Мы говорили об этом. «Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошёл Исаак ко Вимелеху, царю филистимскому, Герарх. И в Бытие 26.12 сказано, «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь». Я никогда не смогу сделать это иначе, чем через Божественное определение, из-за миссии, которая у меня есть. Я должен быть очень внимательным в том, как я обращаюсь с деньгами. И когда я обращаюсь с деньгами, потому что у меня есть помазание. Но знаете, это важное время. Сегодня пятница. Это день пожертвования в служении брата Копхунда. Это важное время для вас, чтобы убедить ваше сердце, что происходит сейчас в мирской системе, в особенности, если вы партнёр. Если вы не партнёр, вам нужно стать партнёром. И это одна из богатейших почв, к которой вы можете добраться. Это время. Время кажется плохим. Когда всё кажется плохим, время сеять. Найдите семя. Посейте семя. Посейте семя, чтобы вы осознали, что вы посеяли что-то. Не сейте обычные семя. Посейте семя, которое что-то значит для вас. И погрузитесь в поток обильного умножения и благословений Божьих. Я просто почувствовал, что я хочу увещевать вас начать сеять. Потому что когда вы сеете, это заставляет урожай приходить. Полагайтесь на Бога в ваших финансах. В притчах 3.5 сказано, «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Начинайте полагать весь ваш финансовый вес, всю вашу финансовую ответственность. Начинайте полагать это на Бога. Полагайтесь на Бога. Когда дела... Понимаете? Время от времени я говорю такую фразу. Когда дела становятся трудными, полагайтесь на Бога. Да. Это просто время. Не время играть, не время разбрасываться и расступаться. Вам нужно знать, на чьей вы стороне. Вам нужно знать, на кого вы полагаетесь. Вам нужно знать, кто ваш источник. Вам нужно знать, что Бог может сделать это. Вам нужно знать, что Бог не подведёт вас. Вам нужно знать, что Бог по-прежнему благоставляет. Вам нужно знать, если вы подчиняетесь Богу, скажите, «Бог, поднимите ваши руки и скажите, «Бог, я пытался сделать это сам. Это не работает. Я пробовал человеческие пути. Я пробовал позитивное мышление. Я пробовал все эти различные пирамиды, которые они сделали, различные треугольники, прямоугольники и всё такое. И я всё ещё в финансовых проблемах. Бог, я сдаюсь. Я слушал этих мужей Божьих эти две недели. Я слушаю в эту пятницу о Твоей потрясающей благодати. Как благ Ты к нам. Я отдаю Тебе финансы. И если они сделают это, Бог благословит. Я помню тот день. Я помню тот день. Никаких волнений, никакого страха. У меня нет волнений. То, что происходит здесь, не беспокоит меня ни на йоту. Я хорошо сплю ночью. Я не беспокоюсь. Я знаю, что человеческие пути подведут, но Бог по-прежнему на троне. И я соединился с Богом. Бог знает меня. Я знаю Бога. Я знаю Божьи пути. Так что мне не зачем волноваться. Это понимаете? Божье благословение — это пункт номер 10. Это систематическое благословение. Должно быть отделение и указание. Другими словами, Бытие 12.1. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей». Понимаете? Должно быть отделение. Вы должны отделить себя от мира, от родства Твоего и из дома Отца Твоего. И теперь приходит указание. Бог сказал, «Если вы сделаете это, землю, которую я укажу тебе, есть определённые вещи, брат Копланд, от которых мне нужно удалиться». Это не обязательно грех. Просто определённые люди, от которых я должен удалиться. Люди, высказывающие сомнения и неверие до такой степени, что это оскорбляет Духа Святого. Когда вы сомневаетесь в Боге, вам нужно уйти от таких людей. Знаете? И затем Господь, когда вы делаете это отделение, затем Господь сказал Аврааму, «В землю, которую я укажу тебе». Когда Господь дал мне откровение, «Нет больше пустых рук», я сказал, «Бог, куда мне идти с этим? Покажи мне, как научить этому тело Христово». Я почувствовал в моём сердце, что это было пророческое слово для Царства Божьего. Я верю в это всем моим сердцем. Фактически, Господь сказал мне во Флориде, это послание последнего времени, Он сказал мне, Он сказал, «Не пиши, деньги приходят на футболках и наклейках». Это гораздо другое ценнее. Он сказал, «Да, Жене». Это не просто какая-то красивая фраза. Они написали песни из этого. Но я, знаете, я просто... Я не поддерживал никакие песни, потому что Бог сказал, «Это не песня». Он сказал, «Это пророческое слово для моих людей в это последнее время». Фактически, когда Бог говорит, «Я иду искать церковь без пятна и порока, один из самых больших пороков в церкви — это то, что она нищая». И Он говорит, «У Меня есть работа, которая должна быть сделана». И Бог говорит, «Это послание будет здесь». С того дня, как я открыл мои уста и сказал эти слова, «Деньги приходят», они не потеряли ни одного грамма силы. Я был на собраниях, и я упоминал эти слова, и сила Божья всё равно сходила на то место, потому что Бог сказал, «Это послание ведёт ко второму пришествию, и Иисуса Христа». Я использую это всё время в моём учении. Я думаю, «Это твоя мама говорила тебе, что Иисус грядёт». Да, я использую это всё время. Я использую это в моей церкви. Я говорю, «Она говорила брату Копонду, Иисус придёт сегодня». И проходил день, «А ты говорил, «Мама, я думал, что ты сказала, что Иисус придёт». Да, она говорила это каждый день. Да, но Он придёт сегодня. Я говорил, «Это было задолго до того, как я спас». Да. Я знаете, я шучу. Приготовься, Он идёт. И говорил, «Мама, Иисус не пришёл сегодня». Да. Она говорила, «Он придёт завтра». Да. Она говорила это каждый день. Она жила так. Она жила так. С ожиданием пришествия Иисуса. Да. Я думаю, что вы можете оставаться на острие, если вы делаете это. В Библии сказано, что никто не знает ни дня, ни часа, когда Он придёт. И именно так я остаюсь на острие. Сохраняет вас свежими, сохраняет вас готовыми, слава Богу. Но это послание последнего времени. Я молюсь, чтобы это было благословением для людей, которые слушали. В книге есть очень много материала, которую мы не смогли охватить. Есть очень много всего. И я пытался донести счастье из этого. Да, но в роде никогда не было времени такого, как это время. Я думаю... Никогда не было времени такого, как это. И вы должны услышать. Вам нужно услышать это. У вас нет выбора. Мирская система разваливается, трещит по швам. А Божья система поднимается из этого. И это та система, Божья система, в которой вы хотите быть. Это та система, Это место, которое называется под кровом Всевышнего. Пятница всегда является на передаче победоносный голос верующего днем. Я молился об этом. Это было в октябре 2008 года, когда вся эта неразбериха стала очевидной. Это было, кажется, 20 число. Воскресенье. Я молился, и ко мне пришло слово от Господа. Я хочу, чтобы вы послушали, что он сказал, потому что это полностью соответствует. И вы сеете. Сегодня вы сеете все, что Дух Божий говорит вам сделать. Но имейте это в виду. Я скажу это вам, чтобы вы это знали. Не обращайте внимания или не стройте никаких планов, основываясь на том, что говорят средства массовой информации или политики. Стойте на моем слове в 16 главе Евангелия от Иоанна. Это где он сказал, «Я пошлю к вам Духа Святого, и все, что он услышит, он будет говорить». Слушайте его. Обращайте внимание на меня. Я, Дух Святой, буду послушен стихам с 13 по 15. «Я возвещу, покажу вам то, что грядет. Я буду вести вас, когда вы будете проходить через сложные времена. У меня уже есть для вас конкретный план, и он очень хороший. Следуйте ему. Он не только проведет вас, он поставит вас на очень высокое место, богатое место, сильное место победы. Вам придется дисциплинировать себя и быть усердными, чтобы слушать меня. У всех остальных голосов будет план, слово, идеи для вашего будущего и вашей безопасности. Не слушайте вавилонскую систему. Она развалилась на части. Моя система сильна, как никогда. Мое царство процветает, и главное благословение является тем местом, где нужно быть. Продолжайте смотреть на мое слово. Слушайте его. Оно будет вести и направлять вас. И я исполню его. Любите меня. Любите мой народ, как я возлюбил вас. Ходите в любви. Любовь никогда не терпит поражения, а также и мой план, говорит Господь. Да. Первое Тимофей 6, 10. Господь повел нас к этому. Должно занимать первое место в вашем мышлении. Если вы будете все это делать и пребывать в этом, вы войдете в свое богатое место. Место превознесенное. Место во мне. Уже запланированное и приготовленное для вас сейчас. Здесь. Не на небесах. Пока нет. Но оно будет казаться небесами прямо посреди всех бедствий. И вы сможете простереться к огромному количеству страдающих людей с благой вестью Евангелия. Я очень скоро гряду. Раньше, чем вы думаете. Продолжайте смотреть на меня и вы сделаете эту работу. Аллилуйя. Слава Богу, Господь. Мы продолжаем смотреть на тебя. Аллилуйя. Во имя Иисуса мы молимся за эти пожертвования. Мы принимаем их. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, то ваше пожертвование не пересылается в Соединенные Штаты. Оно остается в том регионе, в офис которого вы его отправляете. Хвала Господу. Аминь. Вот что я вам скажу. Если вы будете в Луизиане, вы знаете, что делать, верно? Вы знаете, куда пойти в церковь, верно? Слава Богу. Смотрите наши передачи на следующей неделе. Это будут отличные передачи. Аллилуйя. До встречи. Спасибо тебе, Лерой. Пусть Бог благословит тебя. И помните, Иисус Господь. Пусть Бог благословит тебя.